Попробуем выбраться отсюда. Назад едет, уже хорошо, то есть мы здесь жить не останемся. Но все-таки хочет заехать вперед. Ну-ну-ну, Санта! Ты же сказочный персонаж. Молодец. Я специально хочу начать знакомство с Санта-Фе. Вот с такого проселка. Это, разумеется, ни разу не тяжелое бездорожье. Но я предполагаю, что кроссоверы, подобные этому, по цене свыше 2 миллионов рублей, на более тяжелое бездорожье съезжать просто не будут. Это автомобиль для дальних путешествий, для езды по городу. Но ни разу не для серьезных недорожных вылазок. Даже несмотря на то, что передняя кромка бампера черная, неокрашенная. Особенно углы бампера то, что чаще всего цепляется за бездорожье. Здесь это действительно черный неокрашенный пластик. Это правильно. Но по центру все равно есть хромированная узенькая планка. Все равно... Но это достаточно низкий автомобиль с точки зрения геометрической проходимости. То есть дорожный просвет, да, он есть под 200 миллиметров, все хорошо. Но база длинная, свесы большущие. Ну и, собственно, и сам полный привод, то он достаточно простой. Спереди двигатель расположенный поперечной. Рядом новый восьмиступенчатый автомат. Потому что двигатель у меня дизельный. Это старый, добрый, 2.2 мощностью 200 лошадиных сил. Вы его могли видеть на предыдущем Santa Fe. И даже на предпредыдущем Santa Fe он уже был 200 лошадиных сил. Там 197, что-то такое. Мотор остается неизменным. Коробка сейчас появилась новой собственной корейской разработки. Сзади, в приводе задних колес установлена муфта Magna. И, кстати, сейчас все Santa Fe, которые продаются на российском рынке, они все поставляются с полным приводом. Есть более скромный и более доступный бензиновый мотор 2.4. Но теперь он получил непосредственный впрыск топлива, как на Sonata, как на Optima. Поэтому его мощность теперь не 170 с небольшим, а 188 лошадиных сил. Но он работает в паре со старым 6-ступенчатым автоматом. Да, непосредственный впрыск, но по-прежнему 92-й бензин. Стоит бензиновый мотор на 170 тысяч дешевле, чем дизельный вариант. Что выбрать? Не знаю. Я взял и на первый день, и на второй день. Это здраво дизельные автомобили. Так вот, что выбрать, каждый решает сам. Но что-то мне подсказывает, что бензиновых больших 7-местных кроссоверов у нас полно. В массе своей они, конечно же, с шестицилиндровыми моторами. Это Ford Explorer, это Toyota Highlander, это Infiniti UX60. Да, Infiniti более премиальный бренд, но машина попроще, и стоит она, ну, примерно сравнимых денег. Там можно что-то найти. Все они будут бензиновыми. Дизельные моторы из кроссоверов, вот из таких, из больших 7-местных. Ну, разве что Skoda Kodiaq, но там дизель поскромнее и сама машина покомпактнее. И корейцы. Kia Sorento Prime и Hyundai Santa Fe. Именно поэтому я выбрал дизельную версию. Да и само ценовое позиционирование Hyundai говорит, что именно дизель является флагманом, и именно на него корейцы делают ставку. Базовая версия за 1 миллион 999 тысяч, это как раз бензиновый мотор с тканевым салоном. Ну, совсем просто, хотя все равно полноприводный автомобиль. Если хотите дизель, то это всегда кожа. Того или иного качества, но это всегда кожа. И, соответственно, минимум 2 миллиона 300 тысяч. И самые дорогие версии, вот комплектация Hi-Tech, либо совсем топовая Black & Brown, они только с дизельными моторами. Если раньше у Grand Santa Fe был бензиновый мотор 3.3 V6, то сейчас такого агрегата не предлагается. Да и, собственно, кузов только один. Наверное, линейка моторов может показаться скромноватой, потому что бензиновый 2.4 совсем неспешный. И даже этот 200-сильный дизель, он достаточен. Заявлена максимальная скорость 203 км в час. Разгон до сотни меньше 10 секунд. Да и, в принципе, на трассе хватает. Пока мы едем вдвоем, автомобиль не груженый, нормально разгоняется. Я не буду рассказывать, до каких скоростей. В Киргизии огромное количество полиции очень придираются и разрешено превышать всего на 10 км в час. Но при этом корейцы сделали огромный шаг вперед в честь комфорта. Я еду 100. Я сейчас утопил педаль газа в пол. На тахометре 4000 оборотов. И вы слегка слышите дорожный гул и видите, как машина покачивается, потому что дороги изрядно подразбиты. В Киргизии попадают в хорошие участки, но их немного. И там тут же вместе с хорошими дорогами появляется полиция. Вот на таком, ну даже ниже среднего асфальте, шума от дороги немного, шума от мотора практически нет совсем. И это здорово. Плохо другое. Подвеска. Она вроде бы достаточно энергоемкая, то есть ее не пробивает. Она позволяет мчать, но машина постоянно как-то вот она следует. То есть нет того эффекта, что на скорости машина разглаживает асфальт, как это бывает у немцев. Это то, за что мы их любим. Да, здесь ты вынужден крепче сжимать руль, внимательнее смотреть на дорогу. То есть в машине требуется такая плотная рука. И еще один интересный момент. Я не знаю, насколько тихими будут более бюджетные машины, потому что в комплектацию хай-тек входят трехслойные боковые стекла. Такое же, как лобовое стекло. Два слоя стекла, в середине триплекс. На боковых стеклах то же самое. И вот сейчас действительно тихо в машине. То есть даже когда едешь очень быстро, все равно можно разговаривать, не повышая голос. То есть прям вот комфортный, неожиданно комфортный автомобиль. Эргономика, она хороша. То есть придраться тяжело, но что-то где-то в мелочах слишком длинноходная педаль газа. То есть едешь, вроде бы все хорошо. Надо где-то ускориться, нажимаешь на газ до упора, и до него приходится тянуться. В общем, такой тонкий момент. Не очень нравятся тормоза. Опять-таки, возвращаясь к тому, что это не гоночный, ни разу не быстрый автомобиль, но какое-то интенсивное торможение перед поворотом. И как-то кажется, что педаль может провалиться. Он останавливается, все с ним хорошо, но если ехать быстрее, чем об этом просит здравый смысл, то Santa Fe пасует в том числе еще и тормозами. Ну и машина достаточно тяжелая, вот в дорогих версиях с 7 местным салоном, порядка двух тонн. Самые простые бензиновые, где-то тонн на 800. Но все равно нелегкий автомобиль. Но при этом все равно очень приятный. Появилась цифровая панель приборов, то есть слева тахометр. Он аналоговый, справа указатель температуры и запаса топлива аналоговый. В середине большой такой прямоугольник. Это спидометр, который может менять свой цвет, показания бортового компьютера и так далее, и так далее. Навигацию сюда, к сожалению, вывести нельзя. А в Киргизии мы еще и пользуемся функцией Android Auto. То есть навигация берется с мобильного телефона, потому что штатная навигация, зашитая в российские Santa Fe, в Киргизии не работает. Так что если соберетесь путешествовать на автомобиль в российской спецификации, подумайте об этом. Раздельный блок климат-контроля. Здесь все понятно. Разумеется, есть подогрев сидений, в нашей версии уже есть вентиляция сидений, есть подогрев рулевого колеса. Здорово. Нет подогрева лобового стекла. Мне нравится. Я не люблю вот эти нити, они бликуют. Мне очкарику с ними тяжело. Здесь обычное прозрачное хорошее стекло. И мне кажется, это идеальный вариант. Есть электроотопитель салона, есть подогрев всего, что только нужно. Стекло оттает достаточно быстро и лишнего не изобретайте. Есть беспроводная зарядка для мобильного телефона, пара подстаканников. Огромный бокс тут еще с дополнительным кармашком. Все хорошо. Приятно сделан интерьер. Помните, когда у корейцев была синяя подсветка, какие-то сложные формы у Тусана, какие-то треугольники, тот мрак. Сейчас нормальный, добротный, ну вот качественный автомобиль. Еще не немецкий, еще не премиальный, не роскошный, но нормальный, приятно деланный, очень интересная обивка потолка. Ни черный, ни белый, она такая темно-серенькая. Ну, опять-таки, не Мерседес, не Мерсотек. Но приятно, хорошо сделана. Приятная отделка дверей. То есть вот придраться по интерьеру практически невозможно. Я пересяду назад, посмотрю, как там. На втором ряду сидений вполне ожидаемо, просторно. Много места для ног, это при том, что и передний пассажир сидел с большим запасом. Ступни помещаются. Пол, кстати, практически ровный. Если поднять коврик вот здесь вот, ну, можно найти, ну, сантиметр максимум разницы. Фактически полровный тоннель не выпирает. Вперед. Есть пара USB розеток. Они, наверное, сейчас даже актуальнее, чем розетки на 220 вольт. Удобный кармашек на несколько мобильных телефонов. То есть все, кто сидят здесь, могут сюда побросать телефоны. Ватную заряжаться. Удобно. Есть подстаканник, кармашек. Здесь жесткая отделка, что, пожалуй, хорошо. Есть шторки. Разумеется, есть подогрев заднего дивана. Мне не нравится то, что на всех дверях, кроме водительской, стеклоподъемники надо держать. То есть нет такого автоматического двойного режима. И на водительской двери управляется только водительский стеклоподъемник. Все остальные надо держать. Мелочь, но для дорогого, по-настоящему качественного автомобиля, ну, это какая-то грошовая экономия. Ну, правда, они перестарались. Сидение регулируется вперед-назад, причем в очень большом диапазоне. То есть его можно задвинуть до упора вперед. Можно задвинуть назад. Регулируется по углу наклона спинка. И тоже диапазон достаточно большой. Ну, а самое интересное, это пересесть на третий ряд сидений. Специально для этого корейцы предусмотрели не просто ручки, а кнопочки, чтобы даже ребенок, даже небольшого возраста, смог сам с этим справиться. Кнопка есть сверху, кнопка есть вот здесь, снизу. Нажимаешь, и сидение и само складывается, и само отъезжает вперед. Это все на пружинах, все без каких бы то ни было электроприводов. Пробираться назад не слишком удобно. Тут вот едва хватает места для одной ноги. Сидеть сзади, к сожалению, тоже неудобно. То есть над головой места нет. Я при росте метр восемьдесят один выпрямить шею не могу. Причем тут еще как раз такая ступенька, которая образуется, потому что уже заканчивается крыша. Неудобно. Есть пара подстаканников. Есть даже собственный блок управления вентилятором. Розетка. Ну, здесь уже старые добрые 12-ти вольтовые. Ну, например, если вы в багажник поставите холодильник, еще что-то слева. Кармашек для мобильных телефонов. Есть воздуховоды, что здорово. Но задвинуть сидение назад так, чтобы людям на втором ряду сидения было удобно, я просто не могу. У меня не помещаются ноги. И вот это максимум. Потому что дальше взять на себя я его просто не могу, потому что здесь уже мои колени. Ну, то есть третий ряд сидений исключительно детский, вот без каких бы то ни было амбиций. И обратить внимание на вот эти штуки. Это датчики объема. Но не от сигнализации, а на тот случай, если вы вдруг по какой-то причине забудьте на заднем сидении детей. Ну, такое случается. По крайней мере, у американцев есть вполне себе серьезная статистика, сколько детей в год гибнет от того, что их родители забыли в машине. Время подводить итоги. А я так хорошего, идеального киргизского асфальта и не нашел. По-прежнему едем, прыгаем, трясемся. И он не идеален, но за свои деньги, за 2,5-2,800 за конкретно вот этот богатый автомобиль, вам что-то более интересное придется поискать. Корейцы очень хорошо считают и свои деньги, и наши с вами деньги. Они прекрасно слышат чаяние наших покупателей. Они прекрасно слышат наши с вами чаяния и пожелания. Очень быстро реагируют на них. Посмотрите, за 2,8 миллиона можно купить хорошо оснащенный Марс Веса-классом. Кроссовер какой-нибудь BMW X1 или X2 в нормальной комплектации. Здесь полноценный, просторный 5-местный автомобиль С большущим багажником Как 7-местный его рассматривать, наверное, не стоит И, в принципе, если большая семья, то на мой вкус лучше посмотреть на автобус, чем на кроссовер Но как 5-местный автомобиль для города на каждый день Для поездок куда угодно С дизельным двигателем расход, кстати, если ехать спокойно, это где-то До 7 литров, если так нормально валивать по трассе, ну, 8 Больше 8, вам придется постараться И вам потом придет достаточно большое количество штрафов, если вальнуть по России Поэтому за свои деньги, да, можно подоступнее взять Kia Sorento Prime Можно еще подоступнее взять уходящий просто Kia Sorento Но это все-таки будут более старые, менее интересные автомобили Если хотите что-то интересное, инновационное, напиханное огромным количеством электроники То за свои деньги Santa Fe очень хорош С вами был блог Авто МПС Я Игорь Сидин Хорошего дня Вы вроде бы приземлились И не забывайте подписываться на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok